Историко-просветительский проект «Человек в пучине гражданской войны» это попытка осмыслить опыт вооруженного противостояния войск Камуча и Красной Армии на территории Симбирской губернии. Прикосновение к памяти поколения, заставшего бои за город и определившей его судьбу на многие десятилетия. Этот проект посвящен столетию окончания гражданской войны в России. Мы создавали четыре видеосюжета. У каждого сюжета один герой, но всех этих героев объединяет одно. Они жили во время гражданской войны. Заглянуть за границу столетия помогли воспоминания современников той эпохи. Дневники, корреспонденция, личные переживания каждого из героев сделали повествование насыщенным, окрашенным живыми эмоциями. Первый сюжет посвящен Александру Владимировичу Жиркевичу, отставному генералу, коллекционеру, писателю, поэту, общественному деятелю, который приехал в 1915 году из Вильны сюда, в Симбирск. Дневники царского генерала в отставке лейтмотивом пройдут сквозь все серии, ключевой посыл которых – примирение враждующих сторон. Герой второй серии – чувашский просветитель Иван Яковлевич Яковлев, жизнь которого также затронула гражданская война. Третий сюжет посвящен нашему талантливому архитектору Федору Осиповичу Левчаку, который, по проектам которого, было построено около 50 зданий, которые являются украшением нашего современного Ульяновска. Во время гражданской войны Федор Осипович вместе с товарищами конструировал бронемашины для войск Камуча, которые, впрочем, так и не помогли белым. После победы вольшевиков, опасаясь за свою жизнь, он покинул Симбирск, а в 1919 году погиб в Омске от Тифа. В четвертом сюжете мы берем во внимание как выпускников Симбирской классической гимназии, мужской гимназии, так и выпускников Симбирского кадетского корпуса. Все эти фильмы доступны любому, кто хочет приобщиться к истории родного края в один из самых тяжелых для него моментов. Вячеслав Новожилов, Максим Архипов, репортер 73.